Привет! Приглашаю всех на бабушкины пирожки. Вот сколько я не старалась приготовить бабушкины пирожки, как они у нее были. Вот почему-то они получались настолько, знаете, современные, мягкие, пушистые. А сегодня я приготовила на кефире с горохом пирожки по структуре, точно как были у бабушки. И по структуре, и по запаху. Как я готовила, а вы смотрите видео. Для этого теста необходим кефир, теплый, одно яйцо комнатной температуры, сода, сахар, соль, растительное масло и мука. Вместо растительного масла можно использовать маргарин или сливочное масло мягкое. Это уже смотрите как сами. Так, что я первое делаю. Я выливаю пол-литра кефира, добавляю сюда в кефир. Сегодня мы немножко по-другому готовим. Вот такую соды, чайная ложка такая хорошая. Вот так. Ой, рассыпала. Сюда добавляю и перемешиваю. То есть сейчас у нас теплый кефир и сода пойдет реакция. Смотрите, видите, какая красота разговаривает. Две чайные ложки сахара и чайную ложку соли. Потому что соль, я люблю пирожки, меня Лариса научила присаливать сверху. Вот такая чайная ложка соли. Сейчас будем замешивать тесто такое, знаете, мягенькое, не забитое. И сюда, смотри, как сода работает. Видите, 50 мл, две ложки раз. Конечно, структура пирожка будет деликатнее, если вы добавите маргарин. Все. У меня мука. Еще раз просеиваю через сито и замешиваю тесто. Смотрите, как сода играет. Вот сейчас сода у нас пахнуть вообще не будет. Чуть не забыла за одно яйцо, которое у меня в воде немножечко прогревалось, потому что оно с холодильника. Все ингредиенты должны быть тепленькие. Помешаю яйцо, чтобы оно соединилось с кефиром. И просеиваю муку. На пол-литра кефира пойдет где-то 600 граммов муки. 600-700 можете отмерить. Но вы уже знаете, со мной много лет, вы уже знаете по внешнему виду тесто, какое оно должно быть. Все. Но муку обязательно просеиваем. Обязательно. Сразу можно пару стаканов без страхов добавлять. Вы не перегрузите мукой. Частями. Вот так вот, чтобы кефир, мука втягивала в себя кефир. Вот так. Видите, как замечательно. Это тоже влияет. Мне легче и проще вымешивать тесто на столе. Поэтому я сейчас его отправляю на стол. Видите, оно вроде бы еще берется такое у меня, но муки не спешу. Очищаю миску и вымешиваю тесто. Так, все, тесто я вымесила. Оно вроде бы чуть-чуть пристает к столу, больше муки не надо. То есть оно и не жидкое, и не густое. Вот такое тесто. Чуть-чуть присыпаю мукой. Еще раз так перемешиваю. Подбиваю под низ. И накрываю этой мисочкой, которую я ничего не мыла, минут на 15. Пусть тесто постоит, отдохнет. Это время вы приготовьте начинку. У меня начинка уже готова. Это горох, обыкновенный горох. Я сварила, потом взяла растительное масло, обжарила лук на этом растительном масле, добавила чесночка, соль. И такая вот начинка у меня получилась. Тесто полежало. Смотрите, видите, оно не поплыло прямо. То есть оно не должно расплываться. Ну, конечно, это зависит еще много и от муки. Но тесто, вот я его сейчас, оно у меня полежало, это, наверное, минут 10, не больше. И оно совсем другое уже стало. Поэтому не надо сразу, только замесили и сразу делаете изделие. Нет. Теперь делите на шарики, заготовки, как вам нравится больше. Можете раскатывать. Мама делает пирожки, она раскатывает, вырезает. Поэтому они у нее абсолютно одинаковые. Я не заморачиваюсь. Я буду делать, как делала моя бабушка. То есть формирую. И потом чуть-чуть, можно скалкой, но я приловчилась рукой. Так, сейчас я смазываю растительным маслом. Это для того, чтобы сюда выложить заготовки. Лишняя мука не нужна. Давайте-таки будем небольшие пирожки отрывать. Видите, тесто мягенькое. Оно должно быть малейшее прижатие. О, видите, и тесто вылезло. Вот это такое должно у вас быть тесто. Все, сейчас я формирую шарики, подкатываю все, как обычно. И начинаем уже формировать пирожки. Не знаю, мне лично вот так вот через палец. Проще всего. И потом, я все время говорю, я за то, чтобы минимум было грязной посуды. Вот это мой лозунг. Так, если вы точно такие, пожалуйста, значит нам с вами по пути. Все, теперь я формирую шарики. Можете на столе подкатывать, как хотите. Вот видите, вот немножечко тут мало. Как обычно, последние получаются больше, не знаю чего. Все, и вот так вот. Смотрите, я не все делаю пирожки. Как хорошо подходят, прямо аж слиплись. Потому что они могут вот здесь начинать расклеиваться. Поэтому сделали партию, вот как вам на сковородку. И жарим. Я поставила сковородку, налила растительное масло. И я без скалки вот так просто подтягиваю. Делаю тонкими, где-то сантиметр толщиной. Смотрите, все заклеено. Где-то, если у вас где-то что-то там расклеивается, вы сомневаетесь, возьмите, подклейте. Все, и отправляю на сковородку. Пойдемте к плите. Масло нагрелось, выкладываю пирожки и обжариваю с двух сторон. Вы видите, еще не сильно. Надо, чтобы очень хорошо нагрелось. Это неправильно. Сейчас впитают у меня жира очень много. Кипит масло, но масла немного. Это не фритюр. До половины пирожка. И жарим. Вот уже нагрелось масло. Я выкладываю этот пирожок. Вот так должно, видите, начинает шипеть. И ложечкой подливаю, чтобы не выдувался пирожок. Смотрите, как они пузырятся, видите. Теперь можно перевернуть, если немножечко. О, отлично. Вы щипцами, чем хотите. Я привыкла к вилкой. Все, видите, до половины пирожка масло. Готовлю емкость. Салфетками застилаю. И обжариваю так все пирожки. Складываю, присаливаю. Еще можете взять чеснок, через чесночницу выдавить и прямо посыпать пирожки. Очень вкусно получается. Давайте еще перевернем. Смотрите, какие они толстенькие. Ой, это уже можно снимать. Видите, какие они толстые. Смотрите, видите, что не сильно кипит. Добавьте немножко огня, чтобы они не впитывали в себя жир. Все, приготовила салфеточку сюда, в мисочку. И выкладываю готовые пирожки. И так обжариваю всю партию. Пирожки пожарила. И кушаем, и кушаем, тянем, и тянем. Забыла совсем, что я же еще не закончила снимать до конца видео. Вы понимаете, вот такие пирожки, но я говорю, уже и с мамой мы разговаривали. Я говорю, точно, как делала бабушка пирожки. Вот они, знаете, мы стараемся делать такие, чтобы они были мягкие, пухкие, дрожжи. А вот бабушка делала, они такие, знаете, они мягкие, хорошие, но чуть-чуть. Они как будто бы, я говорю, как будто деревянненькие, чуть-чуть. Но они зато-то вкусные. И пахнет, вот сейчас на кухне у нас пахнет, как в детстве. Бабушка делала большую миску желтую, выкладывала туда пирожки. И мы бегали на кухню, брали эти пирожки. Какие же они вкусные были. Но сейчас тоже вкусно. Смотрите, какие они пупыстые. Посмотрите, какие они на этом. Смотрите. Смотрите, какое тесто. Видите? Замечательно. Такой необычный. Никакой соды, вообще запаха соды нету. Вообще. Еще раз попробую с вами вместе. Продолжение следует...